Бог наказывает людей, которые блокируют энергию, внутри себя и внешне. Внутри обычно это обиды. Внешне это, если есть предложение, то нужно обращать на это внимание. Это как праздничный стол. Человека приглашают за праздничный стол, если часто его приглашают, и он отказывается, ему больше приглашения не идут. Точно так же и здесь. Бог наказывает людей, которые блокируют поток энергии. Именно поэтому, если вам идут какие-то предложения, обязательно отвечайте на эти предложения. Даже ответом нет, но не игнорируйте. Дальше. Почему человек ворчит? Такой вопрос задали в фейсбук, я могу ответить. Это первые признаки того, что на него очень влияет энергия времени. Когда человек начинает ворчать, на него влияют капли времени. И это говорит о том, что этот человек стареет. Мы стареем. Когда же мы стареем? Давайте отвечу и на этот вопрос. Человек стареет в тот момент, когда он не отдыхает. Как быстро постареть? Не отдыхать. Каким образом нам необходимо отдыхать? Нам необходимо отдыхать чувственно, физически и умственно. Именно поэтому я хочу вам сказать. Самый лучший отдых, это когда нет телефона, нет бизнеса, нет еды, нет семьи. Я не знаю, ничего нету. На что это похоже, если нет бизнеса, нет еды, нет семьи, нет информации. На что это похоже? Это похоже на больницу. Поэтому едьте в больницу, заказывайте койку, ложитесь и отдыхайте. Ура! Поэтому, что необходимо? Обычно ворчащий человек начинает болеть, после этого у него поднимается давление. А как известно, от сердечных заболеваний умирает самое большое количество людей. Первые признаки сердечных заболеваний, тире, это ворчание человека. Это я говорю, как человек, занимающийся тибетской медициной. То есть, в случае, если человек ворчит, то этого человека необходимо сразу же отправить на обследование сердца, измерить ему давление и положить его на больничную койку. Не посещать его, не кормить, забрать у него телефон, так, чтобы он отдохнул. Отдых, это самое важное. Именно поэтому я все время говорю, старайтесь отдыхать не информационно. Дело в том, что сейчас люди, особенно молодые девушки, начинают привыкать жить с телефонами в постели. И я могу сказать, что это большая глупость. Дело в том, что если вы днем работаете, вечером работаете, по ночам в телефон этот смотрите, вы не отдыхаете, тире, очень быстро стареете. Вот оно вам надо. Все гораздо важнее смотреть и загружать себе информацией, чем отдыхать. Пожалейте себя, научитесь отдыхать. Отдых, это выглядит так. Вам положено 7 часов сна, уберите телефоны, уберите любое общение, покупайтесь, лягте в постель, не читайте никаких книжек, ни о чем не думайте, отвернитесь и спите. Не нужно себя перегружать, загружать, иначе будут появляться морщины на щечках. А потом необходимо будет делать подтяжки, ботоксы и все остальное.